собираемся завтракать наш завтрак мальчики сидят всем приятного аппетита кто завтракает кто кушает а мы сейчас позавтракаем пришел завтракать а речка ты пришел завтракать пойдем так ну что поздороваюсь с вами здесь здрасте здрасте отвезла своего сыночка в бассейн они с классом пошли сегодня у них за этот как заход в общем будут плавать и открытый бассейн вчера было холодно а сегодня у нас уже как бы стоит по прогнозу погоды что около 30 градусов будет но вода-то не прогрелась но в принципе ладно пошли пошли солнечная погода самое главное дождя нет это главное в общем сейчас я его привезла туда и получается учителя где учительницу них ну как бы и однако ну получается главное как бы их не этот а вторая на подхвате вот так объясню думаю как как же объяснить ну и в общем этот фрау манабах сейчас подходит ко мне я бы привезла и она как утяток их в общем заводит в этот ну мы ровно-ровно минутку-минутку приехали и получается ну и с Давида мне помахала здрасте-здрасте она подошла ко мне и говорит фрау борны как у вас дела я говорю хорошо она говорит ну давид остается у нас говорит это так хорошо я так рада этой новости что у него хороший аттестат не с хорошим я говорю я тоже очень-очень рада но и она такая это говорит ну у нас таких немного и говорит я рада что давид справился что попал в этот остается у нас в общем я говорю я тоже очень-очень рада она такая как ноги и пошли в общем они на таком позитиве знаете я такая довольная думаю ой моего сыночка похвалили что он ну учительница сама что она как я так хотела говорить чтобы он попал и он говорит молодец справился говорит сейчас папе тоже приеду домой папе расскажу новость нашу что ну как новость не новость но то что учительница сказала мне это тоже приятно когда слышишь от сына это одно да тоже приятно конечно когда тебя учитель ну сам учитель хвалит и говорит что он справился что он молодец это уже другой другое как бы немножечко такое сейчас хочу взять сашу с собой ну вернее как саш там собирается оденется и поедем мы с ним наверное съездим надо будет к врачу саши съездить и что еще а и поедем потом опять трясет вас я извиняюсь никак по-другому я вроде и закрутила уже такая дорога в кочке такие поэтому трясет и потом поедем в это туристическое бюро саши насчет это деньги отвезти и узнать что-то я не знаю он или неправильно мой e-mail записал как почтовый адрес электронный адрес вот электронный неправильно записал и что-то от него и ни одного и этого письма нет сейчас я говорю я дам лучше сашим тогда номер этого электронной почты потому что у саши там он вообще простой там а у меня просто он длинный да это все имя еще и по-английски и фамилия и в общем он такой огромный у меня и поэтому как бы ну и все увидимся с вами позже уже сегодня я беру вас с собой как и всегда классный день он пришел наш мы тут чай пьем сидим саше он пришел к нам фрукты есть фрукты никто не закрыл скажу чё можно значит да можно значит ричи не наглей не наглей оставь абрикос покоя ричи кто разрешил ричка кто тебе разрешил на банан сел сотряси ричелин хам ты маленький хам такой приехали сашей сашу я привезла к врачу сходить простым немножко но и этот число курку заплатила надо поставить пойду к нему стоят там на улице стоит мой мальчик ждет ванна сейчас покажу ждет своей очереди а я как бабушка старая мне спина болит похоже придется мужу моему долго там ждать сказали что ждите позовут там комната ожидания как-то есть но там сделали в общем этот это называется ограничение по вместительности или как это ну чтоб они этот обстанк держать дистанцию в общем во вспомнить дистанцию что это держали между друг другом поэтому там полно и на улице еще люди стоят ждут так что стоит на улице а я говорю давай можете за кофе схожу раз долго ждать пока время есть кофе война он ведь но иди сходи возьми вот в общем иду и дома старые с риски иду в общем за кофе сейчас посмотрю где-нибудь знаете здесь есть такие булочные или что-нибудь кафешечки какие-нибудь и там можно кофе на вынос взять что-нибудь найду и куплю нам немножко центр ну вот там вот с той стороны получается этот здесь наверно можно больше купить вокзал уже вот он вот за углом вокзал центральный вокзал коблинца тут конечно старые эти дома вот эти архитектуры архитектура очень красивая взяла кофе сашей кофе с молоком а себе мишка я не знаю как по-русски мишка будет но молочная кофе или что такое просили меня чтоб я говорила цены на кофе и на всякое такое все что покупаю сейчас я заплатила 550 это получается 225 за стаканчик среднего размера так что там столько вкусностей вам немножко сняла хотелось мне чего-нибудь купить прикупить какой-нибудь тортик и потом думаю нет настя прекращай тебе скоро ехать в отпуск хватит налегать на вкусности ну да кофе попьем и то хорошо всякие пиццерии проходишь меня хорошо здесь центральная улица но здесь ресторанчики вон там греческий ресторан тоже впереди будет очень красивый мы все хотим хотели раньше как-то сходить туда если как-то это то в другой пойдем то еще куда-то так мы там и ни разу не были надо сразу напомнить будет скоро кстати у саша будет день рождения потом у давидки будет день рождения куда-нибудь надо будет сходить вот так вот мой мальчик ждет дедуля и тут ходят туда-сюда офисы здоровой всем привет спасибо говорю саша говорю кофе стоит 225 я кур 550 заплатила а он мне говорит вообще-то 275 это будет я курс не напишут и критики моих двоечница не умею считать 275 так что кофе кто кто хотел знать мне частенько кстати пишут говорит сколько кофе стоит сколько там чего так что я вам все говорю все цены все что трачу потом в конце посмотрю все видео и подведу итоги сколько я потратила поехала это вот это которая для google maps снимает местность в 3d или вас с камерой в общем приближу постараюсь в общем ездит по местности снимает наконец-то позвали моего мужа простояли уже два часа наверное на улице сказали что быстренько позовут но вот простояли два часа сейчас его позвали надеюсь что быстро все пройдет и поедем уже тогда дальше по делам я сейчас пока жду сашу читала комментарии мне комментарии написали спрашивают чем плохая школа бвс в которую ну мог бы попасть давид ну что он не это какого остается в своей реальшули что это для нас как бы лучше я не скажу что она плоха просто пвс школу берут тех кого не оставили в реальшули да ну как получается что ну кто кто немножечко не справляется по учебе слаб кто-то идет в эту ббс школу но я так понимаю это мое понимание да как мне объясняли в чем в чем различие и в ппс школе в этой надо будет учиться место если в реальшули давид будет один год учиться в 10 класс дай бог что все нормально закончу и потом уже заканчивает идет дальше да в этой ппс школе надо будет два года учиться получается 10 и 11 класс вот так у александр вышел черт цветочки может поливать под флагом как раз плюнули мощности там флаг висит вон там по-русски разговариваешь куда ромашку уже садика вот одну ставший мой дай пытался там популя нас ждет где папа арун побежал к папе по буква потерялась буква р потерялся я думал задом наперёд футболку дело шоколадный пудингер делаешь ухаж вот так шоколадный пудинг я буду чикен наггельс были картошка фри салат пошлите поехали все поехали тут обычно вода текет эти их не источники эти как вот как это минеральная вода или какая там целебная в общем все подключали так что в германии экономия воды здесь вот такой проход всякие картины решили прогуляться денежки отдали стопочку сашка может дома останемся и пошли прогуляться немножко рома рема ром устал бедным деньги проверял пойдем мороженое купим мороженое купим клубничное вообще здание на здании все красиво луч парк такой мухой мы ищем кафе мороженое не знаю уже чего чего только не встретили но мороженого почему-то нет что случилось рома а пчелка ну ладно он кушает пыльцу видишь собирает упадем до пошли россии там он сверху гора сейчас я вам приближу постараюсь тут такие эти домик на домике красивые архитектура очень очень красивая как сказки внизу ресторанчик парк я как-то делала экскурсии здесь вернее как снимала вам показывала да что где здесь находится это очень красиво пойдем пойдем мороженое возьмем ром куда пошел здесь олея красивая очень красиво здесь православная церковь здесь стоит через речку фонтан роман не лезь туда ты что конечно глупо кажется чего упадешь пошли папа пошел мороженое уже покупать пойдем да пойдем мороженое покупать мороженое идем покупать найдем папа уже пошел пошли вот такая вот красота фонтанчик розы цветут очень красивый это бадемс очень красивый город нашли и водичку все таки еще восемьсот тридцать девятки да вот сидеть надо и заказывать они к тебе придут мороженое руками не трогай стекло взяли мороженое наконец-то пол бадемса протопали в самом конце бадемса нашли айс кафе кафе мороженого рома покажи чо у тебя там роман чо у тебя там какое мороженое расскажи рассказывай а вкус какой а вкус какой такой клубничный мой любимый а у тебя чо папа я не тот взял который хотел неправильно сказал ты мне взял свой да вот этот два оба неправильно сказал который хотел дает попробую в общем он мне взял какой-то этот какая ягода это черная да вот эта малина или как она все не живи к в общем какая-то ягодка и купишься с печеньками в общем сегодня опять наедаем попу пошлите к машине теперь потихоньку будем идти и кушать мороженое и пошел тренироваться говорит папа ты будешь держать на мороженое я буду тренироваться кроме аккуратный язычок прячь свой не надо язык так держать что не дай бог упадешь классно да это вообще классно тренажеры разные там вот впереди тоже есть машка на занимался спортом там тут там чуть не поранился бедный а теперь в общем мы надо все дороже шел мозги парился идти он не может встал папа неси меня ага у меня уже один зубик упал где упал куда то не упал у тебя все нормально там не выдумывали они у меня все упали все упали давай иди топай в общем двигаем в сторону машины уже у нас там наши парковочные этот талон наш закончился сейчас надеюсь меня штрафуют надеюсь пронесет успеем мы дерево такое тут такой парк классный вообще тут гулять и гулять пытаемся вообще да можно было целый день тут гулять можно сесть даже на лавку вот здесь просто сидеть птички поют зеленый синёк красота чистота но прям хорошо здесь такое все древнее тут эти старые старые постройки разные красивые памятники даже русскому царинку есть памятник да александра в каком третьему по моему по моему прошли уже там да балерина какой-то это русской русской думаешь да а что она голенькая голенькая балерина русская или не русская не русская не просто это вообще не балерина просто это балерина только не без национальности и имени там никакого нет а балерина неизвестная фонарики смотрите грязные правда но все равно красиво все равно красиво такое в таком стиле старые не кованые это именно кованые еще древние 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 200 наверное это внешний вид внешний вид 26 градусов на свете 20 20 20 20 ребенок 20 градусов на свете и на западе и на востоке даже есть туалет туалет для собак видели выгул вон видите написано ну-ка Александр ты меня перегораживаешь собачий туалет да видите туда заходишь собаками и собачки там ходят в туалет кабинок нет ничего нет ну может что-нибудь водичка какой-нибудь пакетики а тут нормальный по-моему да вот сейчас человеческий а вот там дальше чуть дальше есть в общем экскурсия вам небольшая такая а вот написано вот даже указатель вот он вот он да с одной стороны мужской с другой стороны уже да раньше был бесплатный бесплатный сейчас не знаю даже в общем здесь неплохо прогуляться есть где мы уже давным-давно приехали домой уже покушали отдохнули полежали сейчас у нас уже вечер там пол шестого или сколько уже на расслабоне такая лежу и вспомнила вернее звонит сын сначала говорит мама можешь меня забрать ну с бассейна я говорю конечно сейчас приеду ну и вот в общем выехала и вспомнила думаю я ж с вами не попрощалась еще там видео но я уже не стала ничего там снимать ну чтоб длинное не получилось ну и вообще просто мы были такие знаете этот на расслабоне довольные что не это как во давай давай езжайте езжайте у меня просто велосипедисты тут со всех сторон тепло на улице вот они по вылазили все со всех сторон едут я тут нельзя отвлекаться когда велосипедисты рядом вот я сама велосипедист бываю порой ему опасно в общем с ними потому что не каждый знает правила дорожного движения и вот они как как хотят так и едут ты должен под них подстраиваться у нас сегодня на улице прям жарко 31 градус показываю прям жарко жарко с утра было холодно а сейчас прям жарко вот так все я еду за сынулькой за своим старшим забирать его с бассейна с вами мы на сегодня попрощаемся увидимся уже в следующем видео всем удачи кто не подписан подпишитесь пожалуйста всех люблю всех целую пока жду вас в комментариях субтитры